Здравствуйте, дорогие зрители. Мы остановились с вами на событиях жизни вернувшегося красного графа, которые еще не связаны даже с его отъездом. А именно, Первая мировая война, его новое чувство, очень сильное, к Наталье Васильевне Крынзиевской, в то время Волькенштейн. И вот, собственно, дальше события, которые развиваются, связаны непосредственно с этой женщиной она входит и в его творческий мир, она становится прототипом очень многих его женских характеров. Даша, Катя. И вот, собственно, его отъезд в 2018 год, это уже отъезд в новом семейном составе с Натальей Васильевной Крынзиевской. Надо сказать, что я, мы, и мы об этом уже и говорили, что Первая мировая война, время особое для Толстого, когда он, как писатель, принимает участие участие в событиях фронтовых. И это характерно, собственно, для него потом будет, для и Великой Отечественной войны. Он пишет, в то время уже Наталья Васильевна Крынзиевской, мы третий день сидим в главной квартире в парке в Шато с ягодзливой французской обстановочкой. То есть он едет с другими корреспондентами в Англию и там наблюдает за военными действиями. Во всем замке нас пять человек. Внизу, где столовая и гостиная, топятся два камина. А наверху спальних каминов нет, огромные постели под балдахинами, лезешь, как в снег, в простыни. Вчера были на позициях в обстреливаемом и совсем разрушенном городке. Сегодня ездили в Кале, завтра отправляемся в транши, вплоть к самим немцам. Ну, конечно, изумительное письмо для любящей женщины, которая ждет мужа, но, тем не менее, вот он ей описывает, как он и на позиции бывает, и еще, например, вернулись с позиции. Мы были в 25 саженях от немцев, и два Набокова и меня не убили. Бросали гранаты, и две из них разорвались в нескольких шагах, так, чтобы дало землю и дымом. Пришлось около часу идти под траншеем, под обстрелом. В письме от 16 марта. Сегодня вернулись в Лондон через Ла-Манш. Проход наш конвоировали миноносцы и воздушные корабли, потому что теперь чуть ли не каждый день немцы минами взрывают корабли. При выезде из гавани всем обязательно велят надеть пробковые пояса. Можно представить, как Наталья Васильевна ожидала Алексея Николаевича Толстого из этой поездки. 18 марта он вернулся в Россию. Она пишет, я ездила встречать его в Петроград. Оттуда вместе возвращались на Молчановку, Москву. Ну, собственно, вот эти события Первой мировой войны дальше постепенно развиваются, и, как вы знаете, они кончаются событиями революционными. Толстой принимает участие в этом весьма и весьма активное. Но в каком смысле? Ну, во-первых, в 16-м году он выезжает в Минск в Комитет Западного фронта, то есть еще до революции. Вот как раз фотографии Толстого того времени. В Комитет Западного фронта, который находился при Всероссийском, Земском союзе городов. Потом это будет сокращенное название Земгор. И эта организация, Земгор, она будет существовать потом и в эмиграции. Вызвал Толстого председатель этого комитета Вырубов для работы на фронте. Работа заключалась в том, что должность должна была состоять в следующем. В Земгоре работает, как он писал Наталья Васильевна, 19 дружин, то есть приблизительно 50 тысяч человек. И моя обязанность будет реализовать дружины, улучшать условия жизни рабочих. Завтра еду знакомиться с первым учреждением под Минском. Вот и так 16-й год проходит в работе Земгора. Потом наступает 1917 год. Приказом, имеется в виду первая буржуазная февральская революция. Приказом номер 539 от 29 марта за подписью комиссара города Москвы доктора Кишкина Толстой был назначен комиссаром по регистрации печати. Работал он непосредственно с Брюсовым, они вместе разбирали архивы. На горизонте как раз стали появляться те, кто возвращается из эмиграции. Илья Эренбург, с которым на Толстой был в приятельских отношениях. И сэры, Авсентий, Чернов. Потом вот эти имена не случайно мелькают в хождении по мукам. Ну и так далее, так далее. Между прочим, открывается кафе в Москве. Открылся трелесник, литературный кафе. Здесь выступают московские поэты и писатели с чтением своих последних произведений. Причем каждые три дня, пишет Наталья Васильевна Крандиевская, программа менялась. Выступали Иринбург, Вера Инбер, Владислав Ходосевич, Цветаева, Амари Цейтлин, Борис Зайцев, Андрей Соболь, Ассаргин, Шмелев, Мыс Толстым и многие другие. Заново переорганизовывалось книгоиздательство писателей. Это книга издательства писателей в Москве, очень-очень крупное издательство в того времени, где Толстой печатался постоянно. Надо сказать, что, собственно, вот это время для Толстого было время активной деятельности и вхождения его в февральские события. В Москву приезжает Керенский, и Наталья Васильевна с присущим ей таким умом, она пишет о Керенском без всякого такого вот, собственно, пиетета. Я не могла забыть его, она знала его по дому мужа адвоката Федора Волькенштейна, и она пишет, я не могла забыть его привычки произносить в гостях за ужином надрывно-обличительные речи о сытых и голодных по такой приблизительной схеме. Господа, поднимая бокал, мы пьем и едим за этим роскошным столом в то время, когда там, на реке Лене, расстреливают голодных рабочих. Или же мы пьем и едим, когда тысячи протянутых рук молят о куске хлеба. Его прерывал сенатор Зарудный, обаятельный остроумец. Я все-таки не могу понять, дорогой Саша, говорил он, почему ты негодуешь в конце ужина, а не в начале? Если ты взываешь к нашей совести, то, увы, это немного поздно. Он указывал на пустые блюда и бутылки. И первоначальные позиции, с которых Толстой воспринимал события, были очень далеки, как пишет Наталья Васильевна, от тех, к которым он приходит позднее. И, кроме того, в общем-то, эти события очень быстро приходят в события октября 1917 года, которые Толстой встречает в Москве. Он был свидетелем вот того самого восстания юнкеров, которое длилось 7 дней, когда Москва была залита кровью, когда расстреливался московский Кремль и когда свой стрелял в своего. После двух шалых пуль соратнувших подоконник в столовую, пишет Наталья Васильевна, окна нашей квартиры на Малой Молчановке были завешаны коврами, забаррикадированными шкафами. Детские кроватки перенесли в ванную комнату без окон. Тетю Машу Юлию Ивановну устроили в коридоре на сундуках. Юлия Ивановна Бонна, тетя Маша Мария Леонтьевна Тургинева, которое как раз вот было посвящено стихотворению «За окнами тихо мороз голубой». Маленького Никиту, их сына, болевшего тогда коклюшем, перевели с ней они в первый этаж в квартиру инженера Сахарова. Это казалось безопаснее. Оба мы стал в темнесты дежурства на парадном подъезде, обязательное для всех жильцов. Здесь и день, и ночь два кипящих самовара сменяли друг друга беспрерывно, и крошки с горячим чаем ожидали забегавших людей с винтовками в руках. Были между ними и юнкера, и совсем юные гимназисты, а это действительно Молчановка, находится улица совсем рядом с Новым Арбатом, Калининским проспектом и училищем юнкерским. И люди в штатском, напоминавшие по виду иногда рабочих, иногда переодетых интеллигентов, продрогшие, возбужденные, они наспех глотали горячий чай и снова бежали на свои посты. Помню, на парадном нашем напоили горячим чаем белокурого парня в кожаной тужорке. Выбежав после этого на улицу, он подстрелил двух юнкеров. Пули подкарауливали за каждым углом. Я переживала мучительные минуты, когда Толстой митец группы разведчиков выходил на улицу. Он говорил, мне это надо для впечатлений, пойми. Я понимала и все же не находила себе места, ожидая его возвращения. Однажды ночью дружинники внесли убитого человека, только что подобранного на углу Ржевского переулка, Ржевский переулок совсем рядом с Молчановкой, в двух шагах от нашего дома. Тело положили на кафельные плиты у лестницы. Молоденький, сказала сторожиха, разглядывая его из скрипного. Обшарив портфель, дружинники установили по бумагам, что убитый не наш, не наша берется в кавычки. Большевичок, ясно, объявил один из них, прячу бумаги в портфель. Тащите обратно на панель. Раз не наш, значит нечего и церемониться. Но Толстой, бывший в ту ночь ответственным по дежурству, крикнул. Прекратите издевательство над мертвым. Кто бы он ни был, будет лежать здесь до утра, приказываю. Дружинники пошептались и вышли. Подойдя ко мне, Толстой повторил. Не наш, как тебе это нравится? И понизив голос, добавил. Теперь и не наш, и не ваш. Ничей. Как ничей? Божий. Мешалась в разговор сторожиха и перекрестилась на темный угол под лестницей, где лежал убитый. Царствие небесное. На седьмой день, когда стрельба прекратилась, мы с Толстой вышли на Хлебный переулок проведать родителей. Лишь кое-где кучками стоял народ, после первых приказов, вывешенных новыми хозяевами города, пожилой господин с бородкой в пенсне, стоявший рядом, сказал, кончилась Россия. И тут же чей-то веселый голос из толпы ответил. Это для вас кончилось, папаша. Для нас только начинается. Толстой обернулся, отыскал глазами говорившего и долго разглядывал его. Вечером в тот день он записался в карманном блокноте. Разговоры приказа. Старик в пенсне, веселый парень. Для одних кончилось, для других начинается. Вот эта запись Толстого, она свидетельствует о том, что, собственно, его стремление, уже вот того Толстого, который сейчас перед вами на экране, Толстого, 30-х годов, вернувшись в Россию, стремление, так сказать, писать красную историю белого движения, хождение по мукам, оно не только конъюнктурное. Это желание понять действительно время, что, собственно, началось в Красной России. И вот это желание понять время было уже и тогда, в 1917 году. В 1917 году это ни в коей мере оно не говорило, не свидетельствовало о том, что Толстой на стороне красных. Но он прислушивается и к другому голосу. Для одних начинается, для других кончается. Но, тем не менее, идет 1918 год и наступает то самое страшное, голодное время 1918 года. Наступает оно постепенно. И надо сказать, что весной 1918 года, когда начинается продовольственный кризис, никто еще не понимает этого. Бывают, ходят спекулянты, появляются первые мешочники. Но все же обыватели, как пишет Анталия Васильевна, еще неискушенных голодом, голод застал врасплох. Я помню день, когда прислуга, вернувшись с рынка, объявила, что провизии нет и обеда не будет. То есть как это не будет? Что за чепуха? Возмутился Толстой, которому доложили об этом. Пошлите к Елисееву за сосисками и не устраивайте паники. Но выяснилось, что двери жратвенного храма, тоже канун, конечно, в кавычках, магазина Елисеева закрыты наглухо. И висит на нем лаконичная надпись «Продуктов нет» и не будет, приписал кто-то сбокумелым. Надпись эта, а в особенности приписка, выглядела зловеще. Пищевой аврал, объявленный в тот день в нашем доме, вырослся в блинчиках с вареньем и черным кофе. Он никак не разрешил общего недоумения, что же будет завтра. Вот так постепенно наступает голод. Москва 18-го года, морозная, лунная ночь. Мы с Толстым, пишет Наталья Васильевна, опять-таки все, возвращаемся с литературного вечера у присяжного поверенного кора Мурзы. С нами попутчики до Арбата, писатели Зайцев, Ассаргин, Андрей Соболь. Идем посередине улицы, по коридору, протоптанным в сугробах пешеходами. Москва уже особая. Ни извозчиков, ни трамваев, ни освещений в городе нет. Если бы не Луна, трудно было бы пробираться во тьме по кривым переулкам, где ориентиром служат одни лишь костры на перекрестках, возле которых постовые проверяют у прохожих документы. У одного из таких костров, где-то возле Лубянки, особенно многоледно. Высокий человек в распахнутой шубе стоит у огня и, широко жестикулируя, декламирует стихи. Заведя нас, он кричит, пролетарии сюда, пожалуйте, греться. Мы узнаем Маяковского. А, граф, приветствует он Толстого величественным жестом хозяина. Прошу к пролетарскому костру, ваше сиятельство, быть как дома. Надо сказать, что Маяковский сам был тоже дворянин по происхождению. Он продолжает декламировать. Тень от него, от его могучей фигуры, все в движении, кажется фантастичным. Фантастичные личности из его свиты, стоящие рядом. Один в дахе, повязанный по бабье, чем-то пестрым поверх шапки. Другой приземистый в цилиндре, сосредоточенно разглядывает костер в лорнетку. Маяковский протягивает руку в сторону Толстого, минуту молчит, затем торжественно произносит. Я слабость к титулам питаю, и этот граф мне понутру. Но всех сиятельств уступаю. Его сиятельству костру. Пауза. Вот это здорово, говорит Толстой, слегка растерянный. Надо сказать, что Толстой был обычно не, что называется, парень не промах. И совсем не всегда был растерянный. Плохо твое дело, Алексей, с мрачноватым юмором, замечает Андрей Соболь. Идемка от греха. Вот такая очень-очень-очень характерная зарисовка того времени Москвы 1918 года. Зимней Москвы 1918 года. Но, значит, постепенно вот это решение уехать из голодной Москвы у них возревает. Я думаю, что здесь оно связано и не только, конечно же, с голодом. У Алексея Толстого того времени есть следующая запись. Очень важная. Потом она повторится в «Хождение по мукам». Он ее отдаст Кате. Я подумал, как раз это запись 1918 года. Я подумал, прошла война, прошла революция. Вся Россия стала уже не та. А дерево распускается так же, как прошло весной, как много весен назад. И это дерево, и вся природа отошли от меня, от всех людей в страшную даль. И там живут своей, непонятной нам жизнью. Человек оторвался от природы, забыл природные и вечные законы, и выдумал законы свои, и сейчас осуществляет их и гибнет. Потому что только с одним человеческим, только в человеческом нет правды. Это очень важная запись. Здесь речь идет и о природе как таковой, и о вечных законах, которые действуют особенно наглядно в природе. Конечно, под вечными законами здесь понимаются и законы духовной жизни, законы божественные, законы мироздания. И Толстой, именно ему принадлежит такая фраза, что только с одним человеческим нет правды. Этому весельчаку, этому балагуру, этому человеку стихийной жизни, стихийных сил, очень здоровому, во всех смыслах принадлежат вот эти строки, что только в одном человеческом нет правды. И отсюда, между прочим, его переименование рассказа «Рош» в рассказ «Утоли моя печаль», который становится названием, между прочим, к всему сборнику в Берлине 1922 года, истанному после уже пережитых революций. Новый сборник он готовит в Берлине, и он меняет название «Рош» на «Утоли моя печаль». И вот здесь, конечно, несомненно, очень-очень важно то, что Толстой, мы видим, смотрит на революцию именно с этой точки зрения, что только в человеческом, только в таком вот построении человеческом нет правды. Человек забыл природные и вечные законы, и выдумал законы свои, и сейчас осуществляет их, и гибнет. 18-й год, иммиграция. Сначала не иммиграция. В общем-то, это все было задумано как-то и совсем не как иммиграция. Решили ехать на Украину, потому что было сытно, в Одессу. Но, надо сказать, что уже пограничная линия проходила в то время, и Одесса не была советской России. И двинулись всей семьей на Курск. Курск как раз и был водоразделом. А из Курска на Одессу. А уж из Одессы была иммиграция. Уже та иммиграция, которая стала для Толстого действительно искренним хождением по мукам. Почему? Он был человеком, и это были не фразы земли, а своей земли. И в его записной книжке как раз 1917 года, во время революции, он записал следующую мысль. Когда рушится государственная машина, то во мне все тоже разрушается. Я тоже весь рушусь, распадаюсь вместе с государственной машиной. Эта запись очень искренная. Он заложенный в многовековой традиции государственной опыт жизни, совместной жизни людей в государстве. Особого служения этому государству. Этот опыт был исторически заложен. И он, конечно же, был в плоти, крови, интуиции Алексея Толстого. И поэтому для него разрушение революции, которое началось в революции, было разрушение собственной личности. Он весь как бы расползался по швам. И иммиграция, с одной стороны, была необходима. Но, с другой стороны, когда он увидел в Советской России возрождение государства, отечества, он возвращается как государственник прежде всего. Но это, конечно, то, что я сейчас говорю, тоже в определенной степени весьма и весьма упрощенный взгляд на эти проблемы. Потому что возвращение Алексея Толстого в Советскую Россию, иммиграции было воспринято зло. Он и было прокомментировано очень по-разному. И то, что он поехал, потому что там ему заплатят, там он прокормится. Но Толстой был человеком очень практичным. Он действительно был мастером пера, но мастерство предполагает и отношение к своему творчеству как к рукописи, которую можно продать. Я вам перефразирую слова Пушкина. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. И вот эти рукописи, которые он продает, и переписка с разными издателями по поводу продажи рукописей. Постоянная тема Алексея Толстого. И в этом я не вижу, собственно, ничего предосудительного. Потому что если человек профессионально занимается каким-то делом, то он за это дело получает деньги. И если он занимается профессионально хорошо, то он за это дело должен получать хорошие деньги. Здесь совсем другая возникает проблема возвращения. Прежде всего, в эмиграции Толстой, надо сказать, он достаточно быстро принимает позицию смены веховцев. И пытается, ну, собственно, он не пытается, он издает журнал на посту, где публикует уже материалы из Советской России. И вот эти материалы из Советской России, они, ну, надо сказать, весьма и весьма неоднозначны. И в частности, он опубликовал письмо, где пишет о том, рассказывает о том, что, в котором рассказывается о жизни писателей в Советской России, об их настроениях антисоветских. И эмиграция была возмущена, когда он это письмо опубликовал. Марина Цветаева написала ему такое вот обличение с присущей ей прекрасной речью и очень такими четкими формулировками. Она пишет о том, что, выпубликуя это письмо, поставили под удар ЧК тех людей, которые остались там, о которых вы пишете, о которых пишется в этом письме. И она не думает, что Алексей Толстой не знает обстановку в Красной России. Когда она, Цветаева, уезжала из Москвы, к ней на вокзал подошел молодой человек, ее знакомый, коммунист, большевик, и сказал, будьте осторожны, к вам в купе, ну, или рядом с вами будет сидеть человек, который будет вас слушать. Ему я пожала руку, вам не жму. Вот так Цветаева кончает свое письмо Алексею Толстому. И вот что это, чем была продиктована публикация такого письма, ну, это вопрос риторический достаточно. Но, тем не менее, факт такой был. Начинается переписка между Толстым и Чуковским по поводу возвращения Толстого в Советский Союз. 20 января 2022 года он пишет. Милый Корней Иванович, вы доставили мне большую радость вашим письмом. Первое и главное – это то, что у вас, живущих в России, нет зла на нас, бежавших. Очень важно и радостно, что мы становимся одной семьей. Важно, потому что, как мне кажется, никогда еще на свете не было так нужно искусства, как в наши дни. В нем залог спасения. Радостно, потому что эмиграции пора домой. Эмиграция, разумеется, уверяла себя и других, что эмиграция – высококультурная вещь. Сохранение культуры, неугашение священного огня. Но это так говорилось. А в эмиграции была собачья тоска. Как ни задирались, все же жили из милости в людях. И думалось, может быть, вернемся домой, и там примут неласково. Без вас обходились, без вас и обойдемся. Эта тоска и это бездомное чувство вам, очевидно, не знакомы. В особенности, когда глаза понемногу стали видеть вещи жизни, а не призраки, началась эта бесприютная тоска. Много людей наложило на себя руки. Не знаю, чувствуете ли вы с такой пронзительной остротой, что такое Родина? Своё солнце над крышей. Должно быть, мы ещё очень первобытны, или в нас ещё очень много растительного, и это хорошо. Без этого мы бы были просто аллегориями. Пускай наша крыша убогая, но под ней мы живы. Это искреннее письмо его действительно. И под этим письмом могли подписаться многие и многие. Ну и дальше Толстой обращается с просьбой дать материалы для приложения к газете накануне. Материалы литературные. Он хочет опубликовать Серапионовых братьев, Замятина. То есть, по сути дела, издать уже в Берлине произведения советских писателей, что делалось. Опять-таки, железный занавес того времени не был ещё таким. Ну, дальше он пытается узнать, что с его дочерью Марьяной. Альманах Серапионов и братьев я приобрёл. Выхватил у Оренбурга для издательства русское творчество. Ну и так далее, и так далее. И вот, собственно, так готовится переезд Толстого, его возвращение на родину. Наталья Васильевна вспоминает, что летом в Камбе, это было такое местечко в окрестностях Бордо, что между Толстым и Ею произошёл следующий разговор. Он их отправляет с детьми на дачу в Камб. И он навещает её, приезжая из Парижа. Пытается кончить, дать концовку с хождением по мукам. Концовка не удаётся первой части. Тогда это назывался роман сёстры. Концовка не удаётся, он недоволен концом своим. А вечером он должен возвращаться обратно. Разговаривает с Натальей Васильевной и говорит о том, что он не случайно не может найти эту концовку, потому что он чувствует себя в Париже, во Франции, в эмиграции, в окружении мертвецов. Надо бежать отсюда. Куда бежать? Он молчит. Мы словно боимся высказать всё до конца. Из Парижа я напишу тебе, говорит он. Никита, их общий сын, которому давно пора спать, повесь на моей руке, мечтательно глядя на огни семафоров. Мама, что будет, если машинист поедет на красный? Я отвечаю машинально. Плохо будет. Будет катастроф, допытывается Никита. Не катастрофа, а катастрофа, обрывает отец с раздражением. Он неизвестно как, говорит по-русски. Почему ты не поправляешь? Любопытно всё же знать, кого мы растим. Гражданина какой страны? Никита француз? Нет. Никита человек без национальности, без языка. Стерильный человек. Это страшно. Нет, Никита русский. Говорю я, гладя голову сына. За это мы с тобой отвечаем. А что он будет знать о своей стране, вот эти подрастающие? Блини, рюс, тройка, рюс. Ассоциация кабака в паси, не больше. Даже меланхолия эмигратской не сохранит это поколение. Стерильные люди. Он махнул рукой. Ну и дальше он говорит, жди письма, уезжает. И она получает письмо. Жизнь сдвинулась с мёртвой точки. В знакомых салонах по всему случаю переполох. Это весело. Я сжигаю всё позади себя. Надо родиться снова. Моя работа требует немедленных решений. Ты понимаешь категорический смысл моих слов? Возвращайся. Ликвидируй квартиру. Едем в Берлин. И если хочешь, то дальше. Я стою словно оглушённая. Если хочешь, то дальше. Дальше. Разве могут быть колебания? Вот, собственно, так сдвигается их жизнь. И дальше он пишет, собственно, роман «Сёстры» получает конец. Но, надо сказать, что возвращение на родину не было таким лёгким для Алексея Толстого. Началась правка текста, того текста, тех произведений, которые написаны были им не только в Париже, но и до революции. И надо сказать, что вот эта правка, она связана не только, опять-таки повторю, с конъюнктурными какими-то соображениями, с тем, что он пытается подстроиться под советскую власть. Хоть и этот момент есть, и попытайся не подстроиться. Там одни имена тех, кто репрессирован. Если они были упомянуты в книгах, то цензура эти книги изымала, изжигала и ликвидировала тут же. Но дело не в этом. Толстой пытается перестроить себя на вот этот новый, ему совершенно неизвестный, незнакомый советский лад. И это очень важно понять, это внутренняя психологическая перестройка. Ему комфортнее жить в своем государстве, чем в государстве чужом. Поэтому он возвращается. Пообщавшись с Горьким, многие фотографии об этом свидетельствуют, вот одна из них. Побывав вот в эмиграции, он действительно искренне пишет Чуковскому о том, что он хочет, чтобы у него сияло его солнце над головой. И жизнь, по сути дела, такая в эмиграции природному человеку, он пишет, что мы очень, наверное, русские природные, и это хорошо, была противопоказана. Но, тем не менее, возвращение в Советский Союз. В 1923 году оно уже произошло. В 1919 эмигрировал. В 1923 году произошло. То ли граф, то ли гражданин. Он часто смеялся над тем, что вот это сокращение. Гр. Толстой уже может быть и гражданин Толстой. Возвращается в Советский Союз, и он приезжает в Москву. Сохранились воспоминания, как в доме Герцена впервые после его возвращения был устроен вечер, имеется в виду в писательском доме, на котором Толстой читал свой недавно написанный рассказ «Рукопись, найденная под кроватью». Вот в этой вещи он клеймит эмиграцию. Даже не эмиграцию, а группу русской интеллигенции, которая бежала от революции и растеряла в эмиграции свое какое-то духовное, нравственное состояние. Скажем так, и вы знаете, что слушатели восприняли это чтение весьма сдержанно. Я думаю, что эта сдержанность проистекала все-таки не от того, что они не понимали проблем Толстого. Андрей Платонов про эту рукопись написал «Рукопись, найденная под кроватью и обратно туда положенная». Так он выразил, по сути дела, свое отношение к этому рассказу. Толстой очень быстро пытается перестроиться. И в его этой быстроте перестройки тоже есть доля какой-то искусственности, скажем так. Все, что для него происходит в это время, его возвращение, это может быть обозначено словом «граница». Его тексты правятся, те, которые были до революции еще, с этой точки зрения. Он пытается понять своего нового читателя. Он пытается понять то время и то место, где он должен жить. И здесь, конечно же, вот уже тогда, когда он проходит много времени, он вспоминает перед вами фотографии дореволюционной жизни Коктебеля, которую он посещал. Когда он вспоминает всех тех, с кем он общался, нельзя сказать, что он отрекается от них. Он многих принимает, он настолько, насколько может, он помогает людям. И «Хождение по мукам» тоже выстрадано. Вот перед вами, как раз вы видите, фрагменты к роману «Хождение по мукам». Так я понимаю, что Катя с Вадимом Рощиным, а это Даша, ну это уже по экранизации «Хождение по мукам». Даша Стелегина. Но надо сказать, что вот все это, и оно, здесь возникает большой вопрос, вопрос внутреннего редактора, который жил уже внутри, в самом Толстом. Насколько можно было себя редактировать, насколько искренно он сам верил в то, что он писал. Вопрос до конца неразрешенный. И вот Наталья Васильевна Кранзиевская, он ее оставил, прожив с ней 20 лет. Оставил ради молодой женщины, которую она ему уже нашла как секретаря. Это была его третья жена, Людмила Толстая. Но Наталья Васильевна его любила всю жизнь и понимала очень хорошо. И его сомнения, и его колебания, и его вот это желание вписаться, внутренне вписаться в современный строй, где все действительно строится, строится и строится. И она видела в нем определенную эту внутреннюю, может быть, ну скажем, не фальш, но натяжку. И когда он умер, она написала стихотворение, которое посвящено, собственно, не только даже и ему, но вот всему этому поколению, ходящему по мукам. Кстати, название «Хождение по мукам» восходит к апокрифу «Хождение Богородицы по мукам». И в частности, Богородица там пытается всех оправдать и умолить Господа за каждого грешника. И вот она написала такое стихотворение. Торжественно и тяжела плита, придавившая плоско могилу твою, естественно, по смерти уже, а была обещана сердцу березка. К ней, к вечно зеленой вдали, шли в ногу мы долго и дружно. Ты помнишь, и вот не дошли. Но плакать об этом не нужно. Ведь жизнь мудрена, и труды предвижу немалые внукам распутать. И наши следы в хождениях вечных по мукам. Вот эти хождения по мукам вернувшихся в Россию и не вернувшихся в Россию, они действительно были очень запутаны. И распутать эти следы, я имею в виду не сюжетную сторону, а вот этот внутренний мотив возвращения, внутренний мотив импульс к изменению рукописи, действительно предстоит уже всем нам распутать настолько, насколько это возможно уже по прошествии стольких лет. Пока, всего доброго, до следующей нашей встречи.